Устройство монолитных плит и балок первого этажа, армирование и монтаж опалубки, полностью сделан фундамент. Вот уже несколько месяцев по адресу Маковского 157А идет строительство нового детского сада. Представитель подрядной организации строительной компании «Титан» Павел Бондаренко рассказал главе Владивостока, что параллельно с основными работами сегодня здесь обустраивают сети отопления и канализации. В сроки, в общем-то, укладываются. Сегодня у нас газом кустарства. Она примет этап фундаментов стен и мы начинаем плиту. Двухэтажный детский сад на улице Маковского рассчитан на 230 детей. Здесь будет 12 групп, в том числе две ясельные. После завершения стройки высадят новые деревья и кустарники. От проезжей части сад укроет шумозащитный экран. На июнь месяц у меня запланировано забетонить все плиты отметки 0. Начать бетонирование колонн до второго этажа, армирование плит второго этажа. Ну, соответственно, сети уже планирую закончить. То есть 13-16 в осях, то есть вот этот участок. Планирую уже здесь поставить сети, канализацию, тепло и водоснабжение. Еще одна стройка, которую глава Владивостока контролирует лично – детский сад на Анны Щетининой, 28. Учреждение станет четвертым в микрорайоне «Снеговая пать». Рассчитано на 240 малышей. Это будет трехэтажное здание со спортивным и музыкальным залами. Сегодня на строительной площадке можно увидеть готовый фундамент и частичное основание под стены первого этажа. У нас есть планы и строительство на следующий год. В общей сложности за три года в Владивостоке появится 12 садов. Это мы и купим три сада у бизнеса, которые и также построим новые. И также у нас строительство нескольких школ. Напомним, сегодня во Владивостоке работают 120 детских садов. Еще 30 лет назад их было около 200, но в 90-е годы многие помещения садов перешли в частные руки. Администрацией Владивостока была проделана огромная работа по возврату этих помещений в муниципальную собственность, их реконструкции и строительству новых детских садов. За последние 10 лет их во Владивостоке открылось уже 25. Еще 4 новых детских садика распахнут свои двери в ближайшие годы. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.